Пожалуй, главная особенность нашего времени, карантинного времени, самоизоляции, когда люди вынуждены находиться в городе, либо в своих квартирах, либо в своих душных домах, это присутствие возможности побывать онлайн-экскурсии в дворцах до сели неизвестных им. Я подразумеваю сейчас целую государственную программу, которая открыта для всех, и которая подразумевает под собой раскрытие некоторой информации музеев в виде роликов онлайн-посещений, очень интересных исследовательских видеосюжетов, которые мы тоже с удовольствием добавляем в копилку музейного хранилища. Но сегодня мы начнем знакомство с музеем-макета «Петровская акватория», который не относится к Эрмитажу, но тем не менее отображает практически весь исторический город Санкт-Петербург, что будет очень важно как для детей, так и для взрослых. Музей-макет «Петровская акватория» – это первый грандиозный исторический макет в России в масштабе 1 к 87, площадью 500 квадратных метров. Был открыт 4 сентября 2014 года. Экспозиция музея представляет собой реконструкцию наиболее значимых достопримечательностей Петербурга и пригородов, связанных с историей создания города и российского флота, что, считаю, очень важно для всех, кто приезжает в Санкт-Петербург, а также кто интересуется историей нашего государства. Здесь по гравюрам материала музейных архивов воссозданы старинные усадьбы, парки, дворцы. Некоторые из них мы уже никогда не увидим, потому что это архивные данные. Главная особенность макета – это настоящее водное пространство, символизирующее акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят макеты кораблей Петровской эпохи. Вы еще не видели, каким был в XVIII веке Невский проспект. Этот Невский проспект вы сможете посмотреть именно в данном музее-макете. А также, как сходили со стаперей Адмиралтейства корабли, какие баллы устраивало знать в Верхнем парке Петергофа, и как веселились петербуржцы на Масленицу. Вы обязательно приходите сами с детьми, ну а сейчас можно просто посмотреть все это виртуально, чем мы с вами и займемся. Напомню также, что в обычные дни вам поход в подобный музей обошелся не менее 500 рублей, а точнее для взрослого человека – 480 рублей. Детские – 280 рублей без экскурсии. Представьте сами, сколько это будет стоить с экскурсии. Сейчас же вы все это увидите совершенно бесплатно, то есть даром для вашего интереса, для вашего познания. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Хочется интеллектуального канала? Хочется умных мыслей? Хочется саморазвития? Тогда канал Художник ТВ специально для вас. Ссылка в описании. Подписывайтесь. Там у нас идет драка. Крестьянин отбивается, конечно, защищая свое имущество. Вот такая сценка у нас здесь спряталась. А вот и эта небольшая крепость. Поскольку никакой враг в этой крепости быть не мог, крепости такие называли потешными, больше для развлечений, и эта крепость не была исключением. Размер крепости был небольшой, но строится она по всем правилам фортификации. В форме звезды, с настоящими земляными деревянными укреплениями, вокруг даже вырыли рвы и заполнили их водой. В качестве гарнизона этой крепости выступили соотечественники будущего императора, галштинцы, а сам он стал ее комендантом. Тетушка приказала рядом с крепостью выкопать искусственный пруд. Наследник назвал его Малое увеселительное море. Но на этом пруду не могли находиться настоящие корабли. Его глубина была всего 3 метра. Я считаю, что верхом совершенства макета камыши, которые растут по берегам этого пруда. Причем до тех пор, пока их не постригли, они были еще лучше. Потом ваши макетчики их подстригли, они стали более ровными. Но это совершенство, правда. Ну, кстати, если взять бинокль и посмотреть это в бинокль, то вы вообще попадаете просто в настоящий пейзаж. И это вообще кажется, как будто бы и не макет, а настоящие жизненные деревья, кустарники, пруд с его дном заболоченным. Все это в бинокль выглядит просто изумительно. И очень здорово как раз, что для Раненбаума и Рокши выбрали осенний пейзаж. Вот такой вот он для этой пейзаж. У нас еще есть вопрос, из какого материала сделаны дома? Дома сделаны из пластика. И вот на этом пруду плавал потешный флот, то есть копии боевых кораблей того времени. У нас вы видите два главных корабля, всего-то их было четыре. А вот Красная Галера называлась Екатериной в честь супруги будущего императора. Голубая уже носила имя Елизаветы. Когда здесь проводились потешные бои, всегда побеждала Елизавета. Этот факт прекрасно говорит об отношениях между мужем и женой. Когда наступали теплые деньки, гарнизон крепости переселялся в палатки. И до самой осени здесь проходили военные учения. Вот еще одна интерактивная кнопка, которая позволяет нам на такое одно учение посмотреть. Вот на плацу проводится строевой смотр. Вот один из персонажей учится владеть штыковой винтовкой. А эти обучаются меткости, стреляя по мишеням. Ну, как видите, это еще учение, и не каждый из них попадает. Согревались по ночам обычно у костров. А рядом в речке уже после учений поили и купали лошадей. Крепость от города располагалась довольно далеко. И чтобы кормить гарнизон, появляются огороды, фермы, сады, пасеки. Ведь именно мед был самым вкусным лакомством для военных. А русский мед еще и так славился, что шел на экспорт. Пасек в городе было много. Одно вы видите на берегу пруда. Это пасека натуральная. А вот в лесу пасека дикая. На каждом дереве можно рассмотреть деревянные ольи. Куда собирали мед дикие пчелы. А на нашей пасеке можно рассмотреть еще и медведя. Известный сладкоежка пытается полакомиться медом и забирается на дерево. Кстати, яблоки в саду – это тоже пшеное зерно. А у нас есть возможность познакомиться и с будущим императором. С хозяином этой небольшой крепости. На балкончик небольшого белорозового дворца выходит Петр Федорович в красном камзоле. Императором он стал после смерти своей тетушки Елизаветы. Это император Петр III, который на престоле пробыл всего 186 дней. В результате дворцового переворота был свергнут Екатериной Алексеевной, своей же супругой. А арестовывал его отряд гвардейцев под командованием Василия Суворова. Это отец нашего знаменитого полководца. В этой небольшой крепости Петра III арестовали, вывезли в Ропшу. И как только он отрекся от престола, при загадочных обстоятельствах, он скоропостижно скончался. Его дерево-земляная крепость, опустев, начала разрушаться. И было принято решение разобрать крепость. Сегодня вы увидите небольшой белорозовый дворец Петра III и почетные въездные ворота на плац. Кстати, эти ворота являются уникальным памятником архитектуры малых форм. В мире ничего подобного не существует. Это работа Антонио Ринальди. Итак, на престол взошла Екатерина. А мы покидаем крепость Петерштадт. И вот уже мы в летнем Петергофе. Который приветствует нас своими роскошными садами, парками и, конечно, знаменитыми фонтанами. И я думаю, что вы уже заметили, что вода в фонтанах у нас тоже самая настоящая. И это была очень сложная работа. Сегодня название Петергоф прочно ассоциируется с такими словосочетаниями, как «Столица фонтанов», «Русский Версаль», «Жемчужина русского барокко». И каждое из этих названий соответствует действительности. Разница лишь в том, под каким углом зрения рассматривать это единственное в России чудо из чудес. Все эти шедевры мирового значения создавались, реставрировались, отстраивались на протяжении более 200 лет нашими соотечественниками, людьми разных специальностей и разных социальных слоев. Годом основания Петергофа, в переводе с голландского «двора Петра», принято считать 1716 год. Но начинает закладываться он в 1710-е годы, на пути из Санкт-Петербурга к Коронейнбауму, откуда по паромной переправе короткий путь в Кронштадт. По замыслу Петра I, его дворцово-парковая резиденция на Балтийском побережье призвана была служить не только местом отдыха императора, но и местом приема иностранных гостей, ничуть не уступающим лучшим европейским образцам того времени. Итог Северной войны, начатой Петром для возвращения России из сконных приневских территорий, был предрешен. Центр политической, военной, экономической и общественной жизни, как и Царский двор, перебазировался на Невские берега. Планы и наброски первых построек, парковой разбивки, фонтанов и дворцов, включая Большой дворец, принадлежат лично Петру. Строительство загородной резиденции с роскошными дворцовыми ансамблями, регулярными парками, легкомысленными и забавными фонтанами, каскадами и праздничными водяными шутихами стало демонстрацией растущего экономического могущества и политической самостоятельности России. Тот вид Петергофа, который представлен на макете, охватывает период от Петра I до Екатерины II и включает самую зрелищную часть, Елизаветинскую, когда состоялось торжественное открытие Большого Петергофского дворца Растрелли и Величественных фонтанов. По замыслу Петра, желавшего украсить парадный вход дворца водопадами, возвели Большой каскад, огромный грот, по сторонам которого расположены богато украшенные водопадные лестницы. Это одно из самых грандиозных фонтанных сооружений в мире, композиционным центром которого является фонтан Самсон, со статуей библейского Самсона, раздирающего пасть льву. Этот фонтан стал символом победы русских над шведами в Северной войне. Лев был частью герба Швеции, а Петра часто сравнивали с Самсоном. Но самой величественной постройкой ансамбля был и остается всемирно известный Большой дворец, по своей роскоши и величию не уступающий Зимнему дворцу или Екатериненскому дворцу в Царском селе. Со стороны моря дворец представляется единым однотонным фасадом, в котором отчетливо выделяются несколько симметричных, слитых воедино разновысоких построек. Центральная трехэтажная часть увенчана высокой фигурной кровлей и переходит в одинаковые трехэтажные корпуса, которые, в свою очередь, не спадают в одноэтажные застекленные галереи. Они заканчиваются блестящими по замыслу и исполнению павильонами – церковным и гербовым. Размах петерговских празднеств в честь открытия Большого дворца не знал себе равных. Был приглашен весь петербургский свет, множество гостей, включая посольский корпус в полном составе. Лучшие архитекторы и художники занимались оформлением представления и написанием иллюминационных картин. Выдающиеся актеры давали представления под открытым небом. Праздник продолжался не один день. Из Петербурга по Гачинскому Большаку бесконечной вереницей круглосуточно прибывали кареты приглашенных и останавливались у юго-восточного флигеля дворца. Исторический театр-макет «Петровская акватория» не мог обойти вниманием это празднество. На макете можно увидеть торжественное прибытие императрицы Елизаветы на открытие Большого дворца, почетный караул, царскую свиту. Ее встречает архитектор Растрелли с планом дворца и паркового хозяйства. В верхнем парке под музыку оркестра начинается бал. В нижнем парке ожидается маскарад. По аллеям и возле фонтанов парка прогуливаются гости. В северо-западной части парка находится здание голландской фермы с земельными угодьями и мельницей. Исторически мельницы находились примерно в двух километрах от дворца, но рамки макета ограничивают территорию прилегающих земель. Вокруг усадьбы крестьяне занимаются каждодневным трудом. Косят и убирают урожай, пасут скот, вяжут снопы и мечут стога. Вокруг гуляют коровы, домашняя птица. Представлен сельский быт. Временной охват макета Петергофа, период XVIII века, в такой исторической ретроспективе можно не только наиболее достоверно передать дух эпохи, но и показать жизнь и деяния важнейших исторических персонажей того времени, жизнь разных слоев общества. Петродворец – это всего лишь небольшая часть огромного макета, но даже этот небольшой фрагмент дает представление о том грандиозном зрелище и тех незабываемых впечатлениях, которые ожидают гостей исторического театра макета «Петровская акватория». Но Петергоф мы с вами видим уже поздние времена. Это времена Елизаветы, дочери Петра. При Петре I дворец занимал лишь маленькую центральную часть, был всего двухэтажным и назывался Нагорной палатой. Таким роскошным он стал в правлении его дочери. Франческо Растрелли достраивает у дворца третий этаж, появляется церковный гербовый корпус. И в 1755 году дворец был полностью готов. Елизавета устроила в честь открытия бал, который мы как раз с вами здесь и видим. Нарядные горожане приехали на это торжество. На деревянной бальной террасе перед дворцом будут танцы, но посмотрим мы с вами на них чуть попозже. Дочь Петра балы и маскарады любила проводить по ночам, поскольку очень боялась ночного дворцового переворота. Она боялась, что кто-то свергнет ее с престола, и поэтому любила, чтобы все ее придворные ночью были на виду. Вот и устраивала такие мероприятия по ночам. Самый красивый вид на Ночной Петергов того времени откроется у нас с этой стороны, куда я вас и приглашаю подойти. Итак, на наш макет опускается ночь. И 600 фонарщиков за короткое время должны были почти бегом расставлять по верхнему саду и нижнему парку до 10 тысяч фонарей. Вот мы с вами видим, как они постепенно зажигаются. Это были глиняные плошки, в которые заливали говяжий жир, внутри был фитиль, а сверху фонарик накрывался разноцветным стеклянным колпачком. Кстати, для красителей использовали полудрагоценные камни. Например, в мельчайшую путру стирали бирюзу, и получался один из красителей для стекла. Пока не сгорал внутри жир, фонарик горел. Этого времени хватало, примерно 4-5 часов, ведь наш город славится своими короткими белыми ночами. Елизавета Петровна пошла в отца. Она была дама очень высокая, статная, и в молодости обладала длинными стройными ножками. Но даже императрица не могла никому показать своих прекрасных длинных стройных ног. Огромные каркасные платья были до самой земли. И вот она вводит в Россию моду на маскарады с переодеваниями, на которые дамы должны были по ее указу приезжать только в мужских костюмах, а кавалеры, соответственно, в дамских. Мужской костюм – это обтягивающие короткие брючки-келоты и обтягивающие чулочки, что прекрасно шло Елизавете и подчеркивало ее прекрасную форму. Как писали современники Елизаветы Петровны, на этих маскарадах блистала только императрица. Никто не мог с ней сравниться по красоте. Зато кавалеры приезжали в самом дурном расположении духа. Огромные каркасные платья не гнулись. И чтобы зайти в соседний зал, нужно было перевернуть это платье на бок. Только вот по весу оно было от 15 до 20 килограммов. На одно дамское платье в 18 веке уходила до 40 метров тяжелая натуральная ткань. А еще тугой корсет, а глубокое декольте, а яркая косметика на лице. Кавалеры должны были повторять дам. Кстати, каблуки в то время на туфлях были от 8 до 10 сантиметров. Плюс еще прическа почти в метр высотой, украшенная драгоценными камнями, цветами и перьями. На грани вымирания были страусы в то время. Кавалеры, конечно, приезжали недовольными. Вот только пропустить нельзя было ни бал, ни маскарад Елизаветы. Она наказывала всех, кто по неуважительной причине пропускал такие мероприятия. А еще она требовала, чтобы все ее придворные, приезжая в царский дворец, всегда были в новом наряде. И чтобы никто ее не обманул, на выходе из дворца суровые гвардейцы на подол каждого платья ставили небольшую чернильную печать. Поэтому приходилось постоянно обновлять гардероб. А поскольку балы и маскарады проводились часто, по два-три раза в неделю, то и гардероб нужно было обновлять постоянно. Платья в то время были очень дорогими. Одно дамское платье могло стоить целой деревне с крепостными крестьянами. Поэтому некоторые дворянские семьи продавали свои имения, чтобы соответствовать дворцовому этикету. А сама же Елизавета Петровна оставила после себя более 15 тысяч бальных платьев и многие тысячи пар обуви. Приезд Елизаветы на открытие дворца у нас представлен. И мы с вами сейчас увидим ее роскошный экипаж. Это золоченая карета, нарядные лошади. И вот она уже подходит к воротам. За ней ее фрейлины и почетный караул. Встречает ее сам архитектор. Это и есть знаменитый Франческо Бартоломео Растрелли, который не только этот дворец построил для Елизаветы Петровны, но и наш знаменитый Эрмитаж. И, кстати, тоже для нее, но вот в нем она все-таки не успела пожить. Она умерла до того, как он был достроен. А на столах уже разложены чертежи. Так он отчитывается о проделанной работе. И, конечно, бал. Придворные под звуки оркестра закружились на балу, посвященному открытию Большого Петергофского дворца. Ну, пока они танцуют, я предлагаю еще раз подчеркнуть, что то, что вы называете, те, кого вы называете персонажкой, это индивидуальная работа. Да, да, каждая фигурка. У нас нет повторяющихся фигур на макете, это только военные. И то первая фигурка, она вылепливается из полимерной глины, остальные по ее образцу печатаются на 3D-принтере, но все равно они раскрашены все строго по архивным документам. И у нас не только по моде, то есть не только вот раскрашены по архивным документам, но даже по моде, именно той эпохи, которая представлена. Вот здесь у Елизаветы на балу вы видите платье дам именно Елизаветы, то есть это стиль рококо. При Петре I дамы носили другие наряды, и прически у них были другие. И это мы с вами увидим еще чуть позже. А сейчас переходим в Нижний парк и знакомимся с работой Карла Растрелли. Это отец архитектора Франческо Растрелли, и это фонтан Самсон. Этот монумент Карла Растрелли создает по заказу Анны Иоанновны в честь 25-летия Полтавской битвы. Поскольку битва случилась в день святого Самсония, и святой Самсоний, покровителю русского воинства, он показан нам победителем. А лев есть на гербе Швеции, и этот фонтан – аллегория этой битвы. При Петре фонтана не было, поэтому прямо по каналу, к самому дворцу приплывали на галерах дамы и кавалеры. Возможно, фраза «с корабля на бал» пришла к нам как раз именно с этих времен. А вот и маскарад в честь открытия дворца. Ну, Елизавета приехала в Дамском, поэтому дамы в Дамском, кавалеры в Мужском, разыгрываются сценки из жизни народов мира. А в самом низу на дорожке разыгралась драма. Два кавалера не поделили даму сердце. Дама в обмороке лежит на газоне. Нашу даму обмахивает кавалер платком, чтобы побыстрее ее в чувства привести. Ну, а вот и наши дерущиеся. Даже не обошлось без секундантов, хотя оружия у кавалеров, как видите, нет. Ну, а на заливе любимый летний дворец Петра, знаменитый Монплезир, мою удовольствие. Этот дворец построен по его рисункам, в его любимом голландском стиле, и почти полностью состоит из окон. 75% дворца окна с мелкой растекловкой. И Петр очень любил останавливаться в этом дворце и выходить на пристань, чтобы полюбоваться в Финском заливе своим флотом. А мы покидаем Петергоф и возвращаемся в город, на Васильевский остров. Прежде чем мы поговорим о самом Васильевском острове, мы с вами поговорим об этом острове. Перед вами остров Тучков-Буян. Такие острова использовали для строительства складских помещений. Петровский Петербург был деревянным, и пожары сжигали целые кварталы в городе. Петр запретил сушить лес в городе. Его сушили строго на островах. Но и на островах эти складские помещения горели. И один из таких знаменитых пожаров у нас представлен. У нас для этого имеется очередная интерактивная кнопка, где можно посмотреть, как горит склад. Голландские ручные помпы качают воду, чтобы потушить пожар. Но склад все-таки сгорел. Итак, этот остров не сохранился. Он стал частью Петроградской стороны. И сегодня вместо острова Тучков-Буян у нас станция метро «Спортивная». Там же находится и стадион «Юбилейный». А стрелка Васильевского острова была как раз портом. Вот сюда и шли корабли из Европы. У нас здесь работает подъемный кран в порту. Можно запустить его и посмотреть, как разгружается все с европейских кораблей. А для Мельшикова уже разгрузили его любимые померанцы. Здесь же строится первый гостиный двор на Васильевском острове. Это был оптовый рынок, где эти товары продавали. Он не сохранился. И на этом месте теперь площадь Сахарова. И порта здесь давно нет. Теперь это набережная Макарова. Сам же Васильевский остров на три четверти состоял из лесов и болот. Добровольно жить никто не хотел на этом острове. А Петр Первый решил здесь построить центр города. И, прекрасно зная характер Мельшикова, он дарит ему этот остров. Действительно, Мельшиков тут же приступил к работе. Леса были вырублены, а болота осушены благодаря каналам. И мы отправляемся в усадьбу Мельшикова. Вот уже приступили к вырубке леса. Наши лесорубы трудятся здесь, не покладая рук. А один из них у нас делает это прямо виртуально. Мы с вами будем свидетелями, как он срубит эту сосну. Эти сосны потом тащили на голландские ветряные лесопильни. И делали из них строительные материалы. Ведь город как раз и строился деревянным. И вот одна из них уже в работе. Вы видите, как крутится колесо этой мельницы. Как бревно подается на распиловку. А в дворе красят доски. Чуть подальше рубят дрова. А поближе к нам два человека выкорчевывают пни. А за забором усадьба Мельшикова. И первая в городе Оранжерея. В этом здании находились голландские печи. Благодаря чему на стол Мельшикову круглый год подавали экзотические фрукты и овощи. Здесь начинают делать специальные пруды, где плавали экзотических пород лебеди. Устраивают сады. Не только обычные фруктовые, но и классические французские. Здесь же вы видите и огороды, и фермы, и кузницы. Мельшиков был богатейшим человеком Петровской эпохи. И в его усадьбе было все, что можно было только пожелать. Да, мы вначале видели, что он дарил дворцы Петру Первому. Даже голландские дорогие тюльпаны украшают его усадьбу. Давайте вернемся к кнопкам, которые еще не работают. Эта кнопка у нас в процессе. Вы здесь можете увидеть, что она будет показывать нам ремонт в Оранжереи. Персонажи будут ремонтировать здание Оранжереи. Давайте, чтобы хоть как-то сориентироваться на Васильевском острове, все время никак не могу это привязать к существующему. Ну вот тут проходит первая линия, Кадетская улица. А вот ограничивает усадьбу Мельшикова здание 12 коллегий. От большой до малой Невы протянулась его роскошная усадьба. Канал был вырыт прямо по центру усадьбы для того, чтобы осушать земли. И, кстати, усадьба Мельшикова находилась на самой менее заболоченной части Васильевского острова. И здесь прямо поверх канала и был построен архитектором Доминика Трезини первый деревянный дворец Мельшикова. У Петра к тому времени дворец был еще одноэтажный. Это даже был не дворец, а просто дом. Поэтому свою ассамблею он проводил именно здесь. За этим как раз следят именно наши художники, которые создавали наш макет. Каждое утро до открытия макета они этим и занимаются. То есть пылесосит его? Пылесосит, да. Ну, конечно, это все делается очень аккуратно. Это специальные мягкие кисточки, которым они проводят по нашим персонажам, по экспонатам. И с кисточки пыль уже убирается в пылесос. То есть это делается очень аккуратно, чтобы не повредить. А сколько времени на это уходит? Ну, каждое утро они это делают. Они приходят сюда за 2 часа до открытия нашего макета и заканчивают работу с открытием. Как макет открылся, работа закончена. Но это каждый день. Каждый день по кусочку. Но это ведь вот и сейчас, когда временно вы тоже, как и все, не пускаете посетителей. Это надо делать. Надо делать, поскольку пыль все равно есть. И она никуда не делась. И ее нужно, конечно, убирать и следить. Потому что макет живой. И его, конечно, нужно... Запускать его нельзя. Запускать нельзя. Итак, в этом дворце самое значимое в то время и самое первое было происшествие, это, конечно, свадьба. Свадьба Анны Ивановны, племянница Петра. Так вот, были на этой свадьбе накрыты столы и выставлены два огромных пирога, при разрезании которых из пирогов выскочили карлик и карлица. И станцевали у иземленной публики минуэт вокруг тарелок. Анна Ивановна это не поняла. И не зря потом, поскольку и окружила себя шутами и шутихами. Здесь мы с вами видим уже новый дворец. Ещё не достроен был деревянный дворец Меньшикова, а на набережной Невы ему строится уже каменный дворец. Поскольку враг нашему городу уже не грозил, уже была победа под Полтавой, поэтому начинает строиться уже совершенно спокойно город на берегах Невы. И Меньшиков закладывает каменный дворец. На тот момент это было самое значимое здание в городе, самое высокое. Здесь имелись водопроводы, здесь была канализация, на каждом этаже стояли мусоросборные камеры. Кабинеты были отделаны голландской изростковой плиткой, которую в России тогда ещё нигде не производили. И стоила эта плитка очень дорого. Но Меньшиков себе никогда ни в чём не отказывал. На открытой крыше летом проводились ассамблеи. На одну из них мы как раз с вами попали. И здесь можно увидеть, что костюмы у дам совсем другие и очень отличаются от костюмов, которые мы только что видели на балу у Елизаветы. А вот за столом имя император сидит. Перед вами Пётр I. Приблизив его, вы увидите, что у нашей фигурки есть даже брови и усы. А как я сказала, фигурка чуть больше двух сантиметров. Представляете, какая ювелирная работа была проведена нашими художниками. К сожалению, в таком виде дворец Меньшикова не сохранился. После опалы Меньшикова вся его усадьба отошла к отецкому корпусу и была перестроена. Лишь вот эту часть дворца можно сегодня увидеть. Дворец, конечно, изменился. Голландской разноцветной крыши ещё с XVIII века нет. Крыша тёмно-серая, двускатная. Здание жёлто-охристого цвета и стало ниже. Кстати, это филиал государственного эрмитажа. Здесь мы с вами видим, как Меньшикову приплывают в настоящих венецианских гондолах гости. Даже это он выписывал для себя из Венеции. А вот и его деревянная церковь Воскресения Христова. К сожалению, она тоже не сохранилась. Как и его деревянный дворец в XVIII веке была разобрана из-за ветхостей. Сегодня на месте церкви стоит манеж кадетского корпуса. Каналы не сохранились. Каналы были всё-таки мелкие. Свою работу они сделали. Они осушили Васильевский остров, но начали зарастать. И горожане стали сбрасывать в каналы помои. Дабы избежать эпидемий, Екатерина II приказала их засыпать. Это теперь линии Васильевского острова. А вот и первый мост через Неву. Перед вами деревянный мост, который появился лишь через два года после смерти Петра. Мост был временным. Ставился на плоскодонные лодки на лето, а осенью разбирался. Этот мост вёл к Исаакиевской церкви. Поэтому и назывался Исаакиевским мостом. Церковь мы с вами увидим чуть позже. А вот ещё одно здание, которое сохранилось до наших дней. Правда, при Меньшикове это здание ещё было недостроено. Он решил породниться с царской семьёй после смерти Петра. И старшую дочь Марию выдать замуж за юного императора Петра II. Это внук Петра и сын его старшего сына царевича Алексея. Для молодожёнов строится роскошный дворец. Даже состоялась пышная помолвка, но свадьбы не случилось. Меньшиков заболел, а юный император, попав под влияние князей Долгоруких, сослал Меньшикова в Сибирь, признав его перед этим казнокрадом и преступником. И Меньшиков был всего лишён. Сам же император уехал в Москву, куда перенёс и столицу российского государства. Но в 14-летнем возрасте скончался от Оспы в Москве, а столица возвратилась в Петербург, только уже с Анной Иоанновной. Это здание, которое мы с вами видим, тоже сохранилось. Оно строилось так, чтобы отделить шумную центральную площадь города от усадьбы губернатора. Здание строилось для всех органов государственной власти, которых при Петре называли коллегиями. Здесь располагались 10 министерств, сенат и синод, и их тоже приравняли к министерствам. Сегодня в этом здании наш государственный университет. Внешне оно, конечно, отличается, но сохранилось. А стрелка Васильевского острова – это и была главная площадь Петербурга. Здесь читали царские указы, наказывали преступников. Здесь как раз и был построен первый музей России – Кунсткамера. Правда, такой она была тогда. Она изменилась после пожара 1747 года. Да и центр города здесь тоже не задержался. Развивать его на острове без мостов было дорого, и поэтому закономерно он смещается в сторону Адмиралтейства. И мы также смещаемся сюда и возвращаемся в Адмиралтейство со стороны Невы, на корабельной верфи Петра Первого. И вот уже кипит работа, строится флот Петра. Вот нарядные горожане пришли отпраздновать спуск корабля на воду. Я думаю, что вы заметили, что у корабля не хватает мачты, нет парусов. Всё полное оснащение корабли получали только в Кронштадте. Пётр строил военный флот. Корабли были большими и тяжёлыми. А Нева в то время была довольно мелкой. И поэтому, чтобы они не сели на мель, здесь строился корпус корабля, буксировался на понтонах к острову Котлин, а там уже полностью оснащался. В 1844 году на верфях Адмиралтейства прекратили строить корабли. Сегодня внутри Адмиралтейства жилые дома. Там есть даже своя школа. Здание Адмиралтейства давно парадное. В нём теперь находится Военно-морской институт инженеров. Сохранилась лишь центральная башенка с часами и летящим над городом корабликом, одним из символов Петербурга. А мы с вами подходим к мосту, который как раз и подвёл нас к Исаакиевской церкви. Первая деревянная Исаакиевская церковь строилась на Адмиралтейском лугу для нужд Адмиралтейства. В 1712 году в ней обвенчались Пётр с Екатериной. Она была разобрана. Разобрали и каменную, построенную на берегу Невы. Место для неё было неудачное, и фундамент стал проваливаться в болото. Тогда решили разобрать церковь. И из разобранных частей на Адмиралтейском лугу построили третий по счёту Исаакиевский собор, а затем четвёртый, и вон там как раз и находится наша знаменитая Исаакиевская площадь, где стоит уже четвёртый Исаакиевский собор. На месте же вот этой церкви теперь стоит медный всадник, памятник основателю города. Пётр строил флот на голландский манер, и из Голландии приезжают корабелы для помощи ему в строительстве. Поселяются компактно, и весь этот большой квартал был назван голландской слободой. Ну, то есть Голландией. И поскольку в городе уже была своя Голландия, то искусственный остров, созданный рядом, был назван Новой Голландией. Он единственный искусственный остров в Петербурге, создан рукотворно. Использовали мойку и прорыли к ней два канала – Крюков и Адмиралтейский. В полученном большом треугольном острове уже безопасно для города и близко к Адмиралтейским верфям можно сушить корабельный лес. Вот как раз мы с вами и видим, что уже по голландской технологии высокие корабельные сосны стоят стоя, вертикально. Так лес быстро высыхал и не успевал сгнить в нашем суровом климате. Но главным бедствием нашего города всё-таки были не пожары, а наводнения. И вот одно из них наши художники вам здесь как раз демонстрируют. Это не самое страшное наводнение в городе, поскольку в этой части нашего макета мы демонстрируем весеннее время года. Самые страшные наводнения случались осенью. Именно осенью ветер дул в таких направлений, что Нева возвращалась в город. Нагонная волна её сюда возвращала, и она сносила на своём пути всё. Весной разливались вот такие реки, как Мойка, Половодье. И мы с вами видим, как горожане пытаются спастись. Забираются на крыши домов, используют плоты, лодки, брёвна и даже обеденные столы. Вот здесь можно увидеть, как маленькая семья, вернув обеденный стол, как плод, используют его для спасения. Зато мы с вами можем посмотреть, как пытаются спастись домашние животные. Как вот большая свинья пытается своих поросят подтолкнуть, чтобы они забрались на место повыше. Долго наводнения в городе всё-таки не продолжались. И вода спадала, и горожане разбирали завалы, и снова и снова строили свои дома. За 316 лет, а в этом году уже 317 нам исполнится, в Петербурге случилось более 300 наводнений. И самое страшное писал в своей поэме «Медный всадник» Пушкин. Это наводнение случилось в 1824 году, когда вода поднялась более чем на 4 метра. Каждый раз дома строились всё новые, всё более крепкие к наводнению. И на этом наше с вами путешествие подходит к концу. А закончим мы его на Адмиралтейском лугу. Там, на этом лугу, сегодня располагаются Александровский сад, Сенатская, Исаакиевская площадь. Ну а мы с вами видим там, как нарядные горожане пришли отметить праздник Масаницу. Народные праздники в 18 веке гуляли именно на этом лугу. И там как раз можно посмотреть, как водят хоровод. Для этого у нас есть две интерактивные кнопки, нажав на которые, можно увидеть, как пустились в пляс здесь горожане, поют песни, поджигают чучело, осваивают коньки, когда-то в Россию Петром, и веселятся. А вон там на пустыре ещё бродят кабаны и лоси. А сегодня, как я говорю, там Александровский сад, пройдя через который, мы попадём на современную Дворцовую площадь. И вот уже перед глазами у нас откроется наш Эрмитаж, знаменитый музей не только нашего города, но и всей нашей страны. И мира, и мира. Да, и мира. А на нашем макете его ещё нет. И история Эрмитажа ещё до... Ещё жив Пётр, который каждое утро заходит в Адмиралтейство посмотреть, как строится его флот. А историю Эрмитажа вы узнаете в другой программе. Новая, удивительная достопримечательность появилась в Санкт-Петербурге. Это театр-макет «Петровская акватория», открывшийся в ТРК «Адмирал» в самом центре культурной столицы России. Грандиозный макет, площадь которого составляет 500 квадратных метров, не похож ни на один известный макет в мире. Его интерактивная экспозиция представляет собой подлинную историческую реконструкцию эпохи возникновения и становления Санкт-Петербурга, связанной с рождением российского флота и охватывающий период XVIII века от Петра I до Екатерины Великой. Уникальность театра-макета, помимо исторической достоверности, состоит также в способе движения кораблей по настоящей воде, которая занимает почти треть его площади и расположена в центральной части композиции макета. Вокруг зеркала живой акватории расположены основные городские постройки и знаменитые на весь мир дворцовые ансамбли Петербурга и загородных императорских резиденций, как сохранившихся до наших дней, включая великолепный Петергоф, так и утраченных. Живописное разнообразие всех времен года, движение сотен кораблей и карет, десятки тысяч персонажей, фонтаны, использование визуальных и звуковых эффектов, смена дня и ночи максимально наполняют макет интерактивным действием, за которым хочется наблюдать снова и снова, находя все новые моменты и подробности. Сочетание современных технических решений, некоторые из которых не имеют аналогов в мире, и тонкого искусства художественной миниатюры, исторической правды и театральной яркости жанровых сцен, большинство из которых представлены в движении, все это делает театр-макет неповторимым зрелищем и развлекательным, и познавательным одновременно, интересным для посетителей всех возрастов, и туристам, и жителям северной столицы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok